Пахнет как? Я так понимаю, это запах денег и больших проблем, да? Да, и больших проблем, да. Для бор особенно. И то правда, если черное золото из законсервированной скважины можно достать рукой, проблема налицо. Эту нефть заперли на замок из цементных перегородок, металлических вентилей и заглушек. Но сейчас скважина уже не герметична. И густая жидкость поднимается из недр на поверхность запахом и звуками, оповещая всех о своем шествии. Вот сейчас она будет, а может прорыв, боровка рядом. Хорошо, мы сейчас приехали вот так, а нам уж ничего, а потом, как она себя поведет? Может тряхнуть какое-нибудь микроземлетрясение? Лопина появится и все и пойдет. В подземных хранилищах давление до 400 атмосферы. Если хоть одна из скважин рванет, посреди векового бора будет фонтан. Он либо отравит лес, либо вызовет грандиозный пожар. Справиться с таким бедствием вряд ли кто сумеет. Поэтому состояние скважин уже давно пугает специалистов. На 15 скважинах трех месторождений были отмечены выходы нефти и газа. Устья пяти скважин были срезаны, засыпаны землей. Десять скважин находятся в консервации более 40 лет. Разобраться, что и почему творится со скважинами, решили работники прокуратуры. Оренбургские и самарские блюстители закона собрали в одном месте всех, кто имеет отношение к бору и к нефти. Вместе выяснили, ни одну скважину не ремонтировали с момента консервации. Ответственные чиновники только руками разводили. Нефть здесь государственная. Вроде как ничья. Ряд скважин осталось в собственности Российской Федерации. Но могу сказать, что к сожалению. Мы не обращали на внимание какое-то время на эту проблему. Мы ставим для себя задачу в этом году провести работу по закреплению данного распределенного фонда за лицензиатами. Идея добывать нефть посреди Базуукского пора откровенно смущает многих. Ведь это не просто лес, а национальный парк. И риски здесь большие. Разработка месторождения может повлечь изменения гидрологического режима. К примеру, основная порода, это сосна обыкновенная, очень чувствительна к изменению грудного хода. Ее колебания могут повлечь предсказуемые последствия. Собственно, поэтому государство не торопится пускать нефтяников в бор. Решение отдать в разработку три месторождения уже принято на федеральном уровне и сейчас готовит условия конкурса. Но уже ясно, потянуть такие активы сможет только очень крупная компания. Например, Роснефть заранее объявила, попробует получить лицензию. У них на месторождения хватит и сил, и опыта. Вот слева это Сахалин и Тихий океан. На берегу Тихого океана ведутся работы. Вот поверьте, я был там, иногда там проплывают стояки ТОВ. Эти работы ведутся рядом. А еще компания работает в заповедных местах и даже на 74-й параллели. В этом году пробурили самую северную скважину в мире. Современные технологии позволяют работать безопасно. В Роснефте уверены, сегодняшнее положение вещей куда большая угроза, чем добыча. Ведь бесхозные скважины не будут разрушаться вечно. Сегодня на территории Бузумовского гора порядка более 160 скважин находятся. И они сегодня экологически опасны. Если не заниматься ликвидацией и переликвидацией, то будет огромный экономический и экологический ущерб. С этим уже никто не спорит. И даже самые рьяные экологи согласны. Добыча по современным технологиям с жесткими требованиями безопасности может стать единственным реальным способом спасти бор. А по сути это и есть самая главная задача. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время.